Когда речь заходит о нормах белка, меня просто разбирает хохот, просто я ржу, не могу, это чуть ли не эстерический хохот. Господа, какие могут быть вообще нормы белка? Вот мы все с вами просто обезьяны, сидящие на ветках, жующие бананы. Далеко ли мы ушли от этих обезьян? Да ладно, мы примерно все там же, где животные, мир там и человеческий, просто это два разных мира. Но у нас общее начало, у нас общее происхождение, наши системы практически одинаково функционируют. Не случайно же даже тестируют медицинские препараты, тестируют на животных. Почему? Потому что наши тела функционируют практически одинаково. Развиваются также, растут клетки, умирают клетки, пища переваривается, пища выводится, происходит зачатие, происходит рождение. Работают выделительные функции разных систем и кожных, и кишечника, и дыхательные. Все одинаково работает. Поэтому мы, по сути, животные, ну просто по-другому у нас мозг устроен, да, мы маленький другой мир. Но в принципе происхождение одинаковое. Поэтому какие могут быть нормы белка? Вот обезьяна, сидящая на ветке, она вообще у кого-то спрашивает, какие у нее нормы белка, кальция и так далее. Это смешно. Это вообще, это смешно просто вот дико. Не может быть вообще абсолютно никаких норм в питании, и тем более белка. А почему, вообще с какого перепугу вы говорите о нормах белка? Почему не о нормах углевода? Почему не о нормах жиров? Почему не о нормах кальция, калия, селена в конце концов? Это очень важно. Почему никто не говорит об этих нормах? Вот все как долбанулись и уперлись вот в это вот, как баран в ворота, уперлись лбами в нормы белка. Ну почему белка? Потому что вы все идете по вот этому мифу, который рожден в 70-х годов, где-то далеко в Америке, и который обошел весь мир по приходи там каких-то мясопромышленников, которые хотели толкнуть побольше своего мяса и начали раздувать вот этот вот, вот этот бред, вот эту бред, бредятину про нормы белка. И все подхватили, и даже подхватила диетология, нутрициология, потому что все они вертятся вокруг официальной медицины. А то, что официальное у нас сразу, у нас априори принимается, официальное у нас принимается. А вот неофициальное очень трудно вбить людям в голову, потому что об этом не говорят по телевизору, по радио, они пишут в газетах, не выступают с больших трибун. Натуропатов не пускают у нас здесь вот ни на какие большие трибуны, потому что это неофициально. Вот почему признается нормой диетологии, нормой белка, об этом все пишут, вот все сели на одного конька, и все скачут, и скачут все диетологи, все как один скачут. Почему-то никто не включает в свое собственное логическое мышление, что это просто смешно, о каких-то говорить нормах белка. Человеческий организм сам прекрасно способен разобраться во всех этих нормах, потому что у нас есть огромная пищеварительная система со своей структурой бактерий и со своей четко слаженной работой ферментативной системы. То есть у нас есть ферменты для расщепления еды, у нас есть кишечник для того, чтобы эта расщепленная пища в виде питательных веществ поступала в кровь. И вы никоим образом не можете туда лезть внутрь и отдавать приказ своему организму о том, сколько ему каких норм вам нужно отдать. Он сам это все знает. Организм и его бактерии, его кишечная микрофлора прекрасно знают все, чего не хватает в организме. Селена ли, кальция, магния, белка, аминокислот, жиров. Бог прекрасно знает организм. И для этого вас снабдили таким понятием, как желание и интуиция, умение чувствовать свой внутренний голос, свои подтаенные желания. Когда я слышу вот эту сакраментальную фразу «чего бы мне такого поесть полезного», то сразу думаю, что лучше бы ты ничего не ел. Потому что когда человек по-настоящему голоден, то его организм всегда ему подскажет, что ему нужно в данный момент. Если человек по-настоящему голоден, я еще раз подчеркиваю эту фразу, его организм всегда знает, чего ему не хватает и чего ему сейчас лучше съесть, чтобы это хорошо усвоилось именно в данный момент, и чтобы он получил именно то, чего в данный момент не хватает. Если организм голодный по-настоящему, он подскажет, что он хочет. Хочет ли он морковь, хочет ли он яйца, или он хочет кусок масла съесть, или еще чего-то, неважно. Если вы не избалованы изысками гастрономическими, слоеными пирожными и прочее, то ваш чистый и здравомыслящий организм всегда подскажет, чего вам нужно. И не нужно никогда считать эти калории, белок и так далее. Просто питайтесь естественным образом и очищайте свой организм через кишечник. И вы прекрасно будете чувствовать, что вы хотите. Я вот просто сейчас смотрю на свою жизнь, я ее сравниваю со своей прошлой жизнью, когда я не знала, что такое очищение, что такое чистый кишечник, что такое естественное питание. И я прекрасно вижу очень большую разницу, что сейчас мой организм, организм, вот он очень честно не хочет той еды, которую раньше я называла едой. Не хочет он этих гастрономических изысков, ничего он сладкого не хочет, ни слоеных пирожных он не хочет, ничего сложного, он даже оливье не хочет, который вот это безумно любил. Потому что оливье это непонятный вообще продукт, это чего-то намешано из разных опер. Он хочет очень простой еды, он хочет помидоров, он хочет бананов, он хочет сливочного масла, хочет яиц, капусту, моркови, хочет свеклы, хочет рыбы, он хочет очень простой еды. И он получает наслаждение, кайф от этой еды. Он удовлетворяется небольшим количеством пищи, буквально там пару-тройку раз в день, не чаще. И не дает никаких намеков на то, чтобы чего-то там, а чего бы мне поесть. У меня даже вопросов такого не возникает, а чего бы мне поесть. Я иду на кухню только тогда, когда у меня слюна на 3 метра брызжет изо рта, и я четко знаю, зачем я иду. Иду ли я за капустой с яйцами, или я иду за тремя бананами и так далее. Вот в чем смысл. Вам нужно просто стать другом самому себе и перестать потакать каким-то своим прихотям, сделать свое питание максимально чистым и простым, сделать свой кишечник максимально чистым и здоровым. И тогда у вас отпадут все вопросы про нормы белка и прочие нормы. Резюмирую, ваш организм способен на очень многое. Он способен вас сам вытащить из всех дефицитов, если вы не будете ему в этом мешать. И не надо ничего высчитывать и рассчитывать.